Всем привет! С вами Анна Камлевская и в этом видео я расскажу о том, что будет с каналом, если не публиковать статьи в течение трёх дней. Я говорю про каналы на Яндекс.Дзен. У меня на Яндекс.Дзен два канала, один из них успешный, скажем так, аудитория канала около 800 тысяч человек, 20 тысяч подписчиков. Канал называется Вокальный Дзен, ссылочку обязательно оставлю в описании к видео. И этот канал приносит мне сейчас уже более 50 тысяч рублей на внутреннюю монетизацию ежемесячно. Соответственно, у меня был период этим летом, когда я не публиковала несколько дней ни одной статьи на канал. Что же произошло с моим доходом, с аудиторией и так далее. Сразу скажу, доход остался прежним. То есть, если мне приносил канал там около 1000 в день, так же это и осталось. При этом я подумала, что будет как-то отсроченный какой-то эффект. Там через 2-3 дня, через неделю, возможно, я увижу какие-то показатели сниженные, но нет, ничего не произошло. То есть, пул статей, которые уже есть на Дзене, они крутятся, Дзен их постоянно показывает, они приносят этот доход. Более того, мой второй канал, господи, как он называется, лайфстайл-канал, дневник деловой мамы. Хочу поменять название перед тем, как начну его снова активно вести. Туда я не публикую вообще статьи, никакие видео, ничего не публикую. Но по 8 рублей в день он мне приносит. Вот представляете? Хотя статьи там не набирают много дочитываний, там очень маленькая аудитория, даже не помню, сколько не захожу туда ежедневно. Но по 8 рублей в день он стабильно мне приносит, понимаете? То есть, здесь суть заключается в том, что в принципе, в какой-то степени канал на Яндекс.Дзене может стать для вас источником пассивного дохода. То есть, вот представьте, я около года веду уже канал Вокальный Дзен, и вот сейчас, ну, допустим, не буду я публиковать туда месяц статьи. Конечно, такой эксперимент я проводить не буду. Но я уверена, что, ну, пусть 10 тысяч, но он мне в месяц принесёт. Даже если я не буду ничего публиковать. Вот, как говорится, на старых дрожжах оно будет всё работать. Поэтому, конечно же, если вы заведёте себе канал, будете там активно работать, и вдруг потом, ну, вот что-то у вас не заладится, всё равно денюжка так или иначе будет капать. Поэтому, если у вас есть крутая идея, заводите канал. И я уже снимала видео о том, стоит ли заводить канал в 2020 году на Яндекс.Дзен в конце 2020 года. Поэтому здесь оставлю вам подсказочку. Заходите, смотрите. Думаю, вам будет интересно и полезно. И всем желаю удачи. На связи была Анна Камлевская. Задавайте вопросы в комментариях. Не быстро, но я отвечаю. Пока-пока.